В Законодательном собрании Тверской области прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов. Депутаты также рассмотрели прогноз социально-экономического развития Верхней Волжи на ближайшие три года. Подробности в нашем первом материале выпуска. В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного собрания, члены областного правительства, представители муниципальных образований, контрольных органов, федеральных ведомств, общественной палаты области, научного и экспертного сообществ. Открыл публичные слушания председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев. В своем выступлении он обозначил приоритеты предстоящей работы над главным финансовым документом региона. Областной бюджет на 2022 год и на последующий двухлетний период сформирован на основе послания президента России к Федеральному собранию, на основе указов главы государства и также с учетом основных положений бюджетной и налоговой политики, поручений губернатора и, что, наверное, для нас принципиально важно, наказов избирателей, которые получали в том числе и депутаты Законодательного собрания в ходе выбранной кампании. Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы представил заместитель министра экономического развития области Михаил Дорофеев. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, отметил докладчик, экономика области демонстрирует устойчивый рост и позитивную динамику. Выше среднероссийского ожидается рост промышленного производства, улучшилась ситуация на потребительском рынке в сфере торговли и услуг. Свой вклад в развитие региона внесет реализация крупных инфраструктурных проектов. Начало строительства западного моста, северного обхода трассы М-11 в Твери, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны Завидова. Вся инфраструктура, это вообще не всегда про прибыль, это всегда про среду, которую и прибыль оценить не всегда возможно впрямую. Когда мы считаем туристов, они не только останавливаются в гостиницах или пользуются культурными объектами, они едят, покупают сувениры и так далее. И это не всегда возможно оценить. Поэтому формирование качественной инфраструктуры, это всегда формирование качественной среды. Основные параметры областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, доложила заместитель министра финансов области Светлана Дмитриева. Согласно законопроекту, в 2022 году доходы запланированы на уровне 87 миллиардов рублей, расходы 88,3 миллиарда рублей. Большая часть расходных обязательств сформированы в рамках 28 государственных программ. В адресной инвестиционной программе на предстоящий трехлетний период предусмотрены средства на строительство детской областной клинической больницы, школы на 1224 места в микрорайоне Южный и крытого футбольного манежа в Твери, а также новых детских садов в областном центре Вышнюю Молочке и ряде других территорий. Если на самом деле его удастся реализовать, то мы ощутим отдачу. Ощутим отдачу в уровне и качестве жизни. Но чем больше наши амбиции, тем выше риски. Риски надо учитывать. Есть хорошая русская пословица «знал бы, где упасть, соломки подстелил». Вот я как раз сегодня говорила про возможность подстелить соломку. То есть заложив хорошие, значимые проекты в реализацию, убрать риски их невыполнения. В структуре расходов большое внимание будет уделено отрасли здравоохранения. Запланировано финансирование капитальных ремонтов целого ряда больниц и париклиник, закупка медицинского оборудования для сосудистых центров и онкодиспансер. Вводится новая единовременная выплата выпускникам, медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения. С 1 февраля 2022 года предусматриваются бюджетные ассигнования на индексацию социальных выплат населению на 5,8%. Активное участие в обсуждении проекта областного бюджета приняли руководители представительных органов муниципальных образований области. Во время слушаний все желающие могли задать свои вопросы по телефонной линии на сайте законодательного собрания. Поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в профильных комитетах. Я считаю, что прошло мероприятие очень эффективно, потому что мы получили оценку и общественности, и лидеров общественного мнения, и органов местного самоуправления, и депутатского корпуса отношения к данным документам. Документы значимые. Закон о бюджете – это один из самых главных, я считаю, законов Тверской области. Добавим, что первое чтение законопроекта в областном бюджете состоится уже 17 декабря.